Добрый день, уважаемые коллеги! Приступаем к работе. Вы знаете, что в соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования союзного государства. От российских вооруженных сил задействованы органы военного управления, подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны. Организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственных границ в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России. В рамках второго этапа, в период с 10 по 20 февраля, на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму. Подчеркну, что количество участников маневров в основных системах вооружения не превышает параметры, установленные венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, Министерство обороны России в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе и иностранных государств о проверке и совместном учении. Кроме того, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год, в январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов. Тематическая часть совещания. Вначале обсудим поставку войска-спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли БАРС-М. Модернизацией с изготовлением изделий БАРС-М в интересах вооруженных сил занимается Ракетно-космический центр «Прогресс». Сегодня мы посмотрим проблемы по срокам сдачи космических аппаратов, а также меры по исправлению ситуации. Второй вопрос повестки посвящен стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в вооруженных силах напрямую влияет на внедрение проявных технологий при оснащении войск на новейшие высокоточные и другие виды оружия. В ходе реализации стратегии Министерство обороны планово обновляет парк военно-измерительной техники в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов. Создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений. Активно совершенствуется наркотирно-правовая база в области обеспечения единства измерений в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ. Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации стратегии. В заключении обсудим меры противодействия распространению наркотических средств в вооруженных силах. Совместно с правоохранительными органами ведем активную работу по недопущению в армейские ряды потребителей наркотиков. Действующее в Министерстве обороны система профилактики позволило свести к минимуму число наркоманов среди военнослужащих. В прошлом году на 30% возросло количество совместных с Министерством внутренних дел и Органами местного самоуправления мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди призывной молодежи. Личный состав проходит обязательные проверки на предмет потребления наркотиков. За прошедший год проведено более 800 тысяч таких обследований. Безусловно, делается немало. Сегодня обсудим меры, которые позволят сделать эту работу еще более эффективной. Уважаемые коллеги, завершая вступительную часть, хочу сказать несколько слов о предстоящем событии. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдет 24-я зимняя Олимпиада. Российская команда почти на треть состоит из спортсменов Центрального спортивного клуба армии. Армейцы не раз завоевывали призовые места на мировых первенствах. Уверен, что и в этот раз они достойно представят нашу страну на Пекинских играх. От всей души желаю нашим спортсменам удачи, высоких результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова